привет всем любителям хороших телешоу всем любителям приключений привет всем кому с нами по пути сколько у нас уже было с тобой креативных выпусков и под каждым из таких выпусков мы можем с тобой и подписаться и расписаться вот про роспись артем выпуска у нас не было кстати точно расписываться можно на стенах расписывать можно тело расписывать можно дерево машины вот ты всем этим и займешься и давай так разделяем и работаем ну вот разделили а как мы поработали смотрим в гостях у оксаны которая познакомит нас со своим искусством но что вас еще больше удивит на чем это искусство проявляется хвастаюсь говорю вот рубашка брюки специально для интервью вчера были куплены и думаю ну что красиво было но оксана меня переплюнула вот тоже ручная работа пожалуйста любая вещь делается эксклюзивной это здорово то есть вещи можно не выбрасывать даже и приходить тебе с вещами но прежде чем это вы сделаете расскажем вам о сезоне который только-только завершился что у нас в руках буквально на улице весна да а у меня только завершился новогодний сезон это волшебный сундук расписанная работа мастер приднестровский его сколотил я его расписала а внутри у нас елочные шары по ретро открыткам это тоже ты все делаешь да это все нарисовано вручную пластик или стекло пластик так надежный на заказ делается и стекло чебурашка действительно все из нашего детства это такой подарок который вы дарите своим детям который потом дарят своим внукам из уст в уста из рук в руки до елки на елку спасибо тебе большое ну а сейчас чем ты занята ну сейчас начинается весенний летний сезон скоро приближаются пасхальные праздники это конечно же роспись по дереву это роспись деревянных пасхальных яиц матрешек различных сувениров в виде магнитиков и украшений с чего начинается матрешка сама матрешка начинается с куска дерева это в основном липа дерево растет его потом спиливают и в течение пяти лет просушивают правда ли что начинают матрешку с самой маленькой детали слышал такой нет не слышала только реказывается я вытащи но корел он когда comedyman 90-шки он начинает самое валникой то читать только когда точит тебя я буду образованы такой когда точит матрешка он начинает самый маленький и подготовать больше и больше больше и больше-больше мой хотел показать вам такой вот интересный набор 10 местные матрешечка вот такую интересной формы и вот самая маленькая 5 миллиметров у нас глазами самая первая матрешка была выточена таким мастером звездочки на карет сергеев посаде сергей она до сих пор хранится в музее сергеев посаде и меценатом который вообще сподвиг на эту всю деятельность был сава мамонта да эту игрушку художник расписал и звезды малютин малютин расписал и при этом они нарисовали 8 штук это была девушка с черным петухом вообще это был изначально это был собирательный образ мать матриона матрешка и да и самый первый матрешки кстати если посмотреть внимательно там не только женщины нарисовали мужчины были и мужчины и самое интересное что в данной работе не просто нарисована эти все черные контуры они выжаты как выжигание а потом уже раскрашены вот эта работа здесь их 7 штук в наборе и они не нарисована здесь каждая деталь сначала выжигается выжигателем а потом тонируется причем самое интересное что когда ты рисуешь просто кисточкой или карандашом ты имеешь право на ошибку можно стереть ну да а если ты выжигаешь например лицо то ошибиться нельзя ты уже никак на дерево не исправишь это и говорит о мастерстве сейчас я вам нарисую лицо этой матрешки потому что сама работа нам требует определенного времени когда ты работаешь от общих деталей к более мелких деталей то есть это не часовая работа как бы более длительная то самое правило типа от общего к частному от общего к частному краски высыхают очень быстро поэтому не токсичные поэтому ими работ очень хорошо вообще краска мы используем сегодня акриловые гибридные краски которые разводятся водой после высыхания не отстирываются не отмываются а ведь раньше было разделение да кто имеет право делать лицо кто имеет право делать наряды а но не раньше она и сейчас такое существует если мастер работает один то в принципе весь процесс от грунтовки шлифовки до локировки производится одним человеком да как допустим я работаю а вы на производстве когда работают на большой объем например там 300 матрешек в день рисует то один мастер специализируется только на лице другой мастер расписывает подложку третий мастер расписывает платки а четвертый уже конкретно лакирует то есть тот кто лакирует он в принципе может даже и не уметь рисовать я училась в сибири в омске и на дипломную работу я выбрала тему первая диплом на работа это был украинский национальный костюм а вторая работа это была большая такая 15 15 местная матрешка молдавский национальный костюм там как раз были и мальчики нарисованы и девочки кстати я говорила про свою дипломную работу много лет назад я нашла фотографии даже эскизы к этой дипломной работе это молдавский национальный костюм эскиз делаешь на плоскости и он делается двух экземплярах спереди и сзади а матрешка нас вам по себе она объемная то есть там работы получается больше чем на эскизе и вот каждая матрешка делалось описание вот такие эскизы то есть есть матрешка мужчина матрешка женщина это дочь 3 это все родственники если это мужчина то это это нанашка наверное это была оригинальная работа надеюсь он там сохранился надо и вот даже есть фотографии удивительно красиво самое интересное что географии моих матрешек начинается в россии наверно там и заканчивается но и чё здесь же неплохое место не для ними как бы я просто заказываю заготовки в подмосковье они не приезжают сюда а дальше уже в зависимости от того что я делаю куда это делать что очень такие вещи очень нравятся гостям из гагаузии из молдовы из италии франция заказывают то есть такие как классические вещи вот например гжель под гжель матрешки они очень хорошо и в турцию покупают увозят сувениры я вообще считаю что женщина должна путешествовать это раз слушай пока ты не применила этот веник на практике и не выгнала нас по завершению набираешь ли ты учеников можно ли тебе записаться конкретно чтобы от начала до конца научить человека рисовать это нужно не 5 занятий не 10 даже не год это годами учится поэтому как такового ученика прям я не беру но мастер-классы для взрослых детей так что провести время какую-то узнать историю пожалуйста провожу всегда рада тому что мои работы пользуются каким-то интересом пользуются спросом ну и дарит какую-то эмоцию зрителям которые это видят не только твои работы но и общения с тобой спасибо тебе красиво я познакомлю вас со специалистом еще одного профиля роспись стен сейчас очень популярное направление здравствуйте андрей с чего начался ваш пусть почему выбрали именно роспись стен стало скучно рисовать на бумаге и на холстах захотелось чего-то более масштабного скажем так ну что стены они бывают разные и задачи также разные чем-то развиться хоть хотелось помимо того что у меня сейчас на работа я преподаю в фокустошной школе рисовал как бы портреты это все бумага холсты хотел еще тут другого и решил попробовать начиналось все дома была пустая стенка в гостиной долго стояла долго думал что нарисовать и как бы мне уже все домашние все давай давай сапожник без сапог везде там что-то рисуешь тут дома я решил попробовать сделал пейзаж морской них неплохо получилось совершенно ничем не отличается от работа на бумаге тоже гуашь скажем так вот и понеслось понеслось как бы где-то там кто-то меня по посоветовал там сделал там сделали где-то уже так дальше теперь фактически все приднестрове знают ваши иллюстрации это не громко сказано что и в рыбнице я работал в бендерах есть работы и терраска основная мы находимся в барбершопе да здесь большой ремонт изначально здесь кофемикс тоже была иллюстрация во всю стену сейчас новый формат что здесь будет сама идея уличного уличного и искусства граффити такое что-то и было решено что эта стенка должна быть в таком же стиле только это выполняется не баллончиками то есть те же эффекты где-то будут потеки капли где-то там видна штукатурка отслоившийся но вы выполняю валиками и кисточками каком настроении лучше всего работает под музыку любимую какую рок-н-ролл а значит обычно не в тишине только потому что мы с камерами пришли всегда 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 до седа эскизами вы не занимаетесь все в голове идеям как это сложилось да это может но неправильно но просто как-то все так спонтанно обсуждение заказчиком где-то интернет на телефоне посмотрели там так так и вперед где-то доверяют там давай ты профессионал уже где-то на свою интуицию дорабатываешь все делаешь и принципе проблем больших него никогда работа тебя чувствует если ты не ленишься тебе ничего не идет только ты в это получается врываешься не ленишься работаешь усердно тебя на находят ну то есть как кому-то работает скажем так вот говорят что художник не должен ни одного дня проводить без кисточки без карандаша это выражение леонардо да винчи не на дня без карандаш это чистейшая правда это мне кажется и у музыкантов то же самое если не будешь и своим инструментом потом это сложно то же самое здесь если долго не берешь кисти в руки глаз отвыкает рука отвыкает и как бы сложнее как сложнее работается и над иллюстрациями и вот такие текстовые изображения тоже мы не любимая но эта часть моей работы я себя всегда в борю борюсь с этим ну попросили делай все таки это тоже относится к росписям приходится хочешь не хочешь по-разному где шрифты где рисунки а самое любимое что может быть тематика что-то с 1 с композициями какие-то не знаю там иллюстрации кита пейзажи может быть но только не шрифты но не все равно не она находят и цифры тоже тематика бывает самая раз совершенно верно тут работали в тандеме в тандеме да с девочками вместе и учились когда в университете ну что работа требовала сроки и сложное сложное и мы поделили вместе она делает цветы а я делаю пейзаж как будто старинная фреска но задача составе до задача была заказчиком что нужно состарить не просто красиво нарисовать а потом даже если он нарисовал состарить как будто это старая-старая картина на стену вот тут еще один аспект важно что нужно повторить было до четыре раза вокруг это где-то на середине это уже немножко так казалось ой надоело но надо ждали и того было 8 таких больше потому что была еще вторая колонна да они и спрятали куда-то на колонна ушла действительно здесь посередине помещения большая но помешало видимо в той части потому что скорее всего клиентов здесь очень много вот такое иногда бывает приходишь и никого не твоей работе но хотя бы хоть часть осталось это вперед кстати забыл страффирует надо успеть зайти страффировать свою работу потому что я снесу фитнес-зал и вселенная супергероев это та работа по которой вас узнают чаще всего да потому что самая масштабная на тот момент да это была самая большая работа и на и по пока что остается надеюсь что будет что-то большее вот но не ожидал такого объема до самая большая сейчас кто выступил с идеей виталик сказал я хочу супергероев да то есть я не хочу каких-то там качков и все остальное хочет чего-то оригинального потому что марвел марвел связывает поколение там про те старые час новые все смотрят и было решено что будет связано с марвелом что-то вот из этого появился первый панно вот то панно это было основное с него мы и начали там принципе все герои основные мы с него и начали опять же все с картинок вот ищем картинки о вот мне такое понравилось без проблем ты сможешь смогу то есть принципе ничего нет они невыполнимого все выполняется и поехали и понеслось есть какой-то любимый свой супергер и дэдпул не знал как решить низ и чисто на импровизацию буквально за какой-то час так сама стояла работал здесь я ночью чтобы никого нет не тревожить и как-то так решил что его обрежу вот как там там сделано с подтеками да ну как-то оригинально интересно и настроение тоже няшно у нас был задумка то что просто чтобы зеркало играл то есть рисуем половину а зеркало отражает здесь работа с потолком то есть что-то сверху то есть под стать этому тренажеру тоже вот с этим с проводами чисто импровизация как будто вот у него рука там провода высовывались из-под багета и как будто он ее оборвал спонтанно все все на месте диктует свои какие-то тенденции как вписать иллюстрацию в то или иное пространство какое настроение создается вот в целом от ваших работ уже прослеживается о это уже андрея это я знаю да это его рук дело узнают да узнают или на чем узнавались и спрашивают не буду себя хвалить наверное аккуратность люблю аккуратно делать чтобы четко есть кто работает более как там экспрессивно скажем так не выписывает детали люблю мелочевку люблю доделывать да пускай она будет дольше но она будет качественно то есть рассматривать можно и вблизи и издалека тоже до общей идеи если мы говорим об интернет картинках вот в чистом виде такой ты не найдешь да в любом случае это вписывается потом в индивидуальный свой рисунок и в этом индивидуальный стиле я первое на что обратила внимание такая изюминка я знаю как кто виталик там откуда он и как и так ему предложил можно а давай как бы такая будет шутка и как-то ну так живет смеются даже кто-то говорил что замечают люди там где-то передают смеются вроде бы да мелочь но вот как и рождается идея в процессе работы в основном да вот я люблю за это да спонтанно вот люблю и спонтанно но самое великолепное это начинаешь что-то продумывать не так а вот спонтанно всегда лучше мы находимся в барбершопе хулиганс создавалась она где-то за месяц и два эти работы тут был ремонт черные стены мы заказчиком обговорили что именно хочет он обговорили эскизы картинки и работа пошла в чем а специфика работы по черному насколько сложно перекрывать цвет ну да тут есть цвета которые не очень хорошо уложились это желтый вот сам пигмент он сложноватый а так принципе никакой специфики что белое что черное ну может быть чуть-чуть это там просто даже черная подходила по тематике где-то нужно было оставлять серый не закрашены как часто возвращаетесь потом в то место для которого создавались работы чтобы увидеть готовый вариант если не успел сфотографировать а такое бывает вернулся чтобы просто снять рилс или фото качественно и все или зайти допустим если там пекарни и альфи за что любите все-таки рисовать я с детства просто рисую и связал жизнь это мое как-то вот отроды я не знаю это развил и не брошу точно любимое дело вначале бумага потом стены что дальше хотелось бы перейти в цифровое искусство рисовать на планшете но пока как бы техника там нужно такое освоить пока это хорошо получается и это забирает время и устраивает но хотелось бы да по-современному в цифровое планшет то есть нет пределов совершенства в художестве вот далеко уже слово художник меня слова худо направлении очень много и то есть выбирай татуировка фото видео монтаж где тоже нужно какой-то художественный вкус роспись стен цифровое искусство уйма уйма чтобы быть в тренде и быть в теме что нужно постоянно следить да да где-то художников смотреть что сейчас где-то более актуально конечно же помогает интернет подписано каких-то известных отечественных художников зарубежных и где-то питаешься от них тоже какими-то идеями вдохновлением где-то свое когда по итогу видишь довольное лицо заказчика то есть как бы или есть к работа как который я рисовал чисто для себя но для людей просто когда счастливые лица улыбаются хвалят это воодушевляют на дальнейшее секрет просто просто надо делать делать свое дело все оно будет развиваться но тогда вам дальнейшего развития больших стремлений и красивых больших больших площадей еще не не списанных хотелось бы чтобы у нас городе появился настоящий мурал на торце здания но пока к этому очень как-то так не складывается дорого как-то или что но хотелось бы поучаствовать нашей республике появился первый большой мурал как есть идея где его можно изобразить рано лучше в центральной части города чтобы это было и для туристов как-то вот больше надеемся что те кому надо так я тоже надеюсь что когда-нибудь это может это реализовать и воплотить не сам с кем-то но как как хотелось бы поучаствовать знаете говорят что мужчины должны покорять какие-то высоты мол под балконом сиренаду спеть а я сегодня забрался на балкон и познакомлю вас с тату мастером красивый вид здесь у нее офис я сделаю привет не ожидала вот через балкон очень даже ждала только карлсон чик привет малыш здравствуйте знакомьтесь евгения тату мастер мы рады тебя видеть спасибо что нас пригласила к себе в студию тебе сразу подарок вы не с пустыми руками оттенышей съемочной команды чтобы тебя всегда были сладкие впечатления мы сегодня познакомим вас с творчеством евгения вернее с работы евгений мы будем прям показывать вам процесс надеюсь у нас все получится это будет здорово начнемся начнем в работе нам понадобятся все одноразовые максимально материалы это все обмотки одноразовые это простыни одноразовые это перчатки все картриджи одноразовые разный калибров на машинка эта машинка машинка современная можно глянуть да конечно она сейчас без наконечника без вот видите как сейчас выглядит машинка ребята пришел ко мне клиент со своим эскизом я тогда еще не знала как пишется моментом момент у него было моментом и так и набили и уже значит у меня там работ наверно в инстаграме в ленте работ наверно 10 уже прошло и где-то она уже далеко никто до нее не доходит и тут комментарий кота работе только не говори ему что пишется момент товары мы подбираем нужный нам эскиз который нравится клиенту устраивает мы у меня есть волшебная рулетка мы меряем размер нужный утверждаем все это дело и потом происходит момент истины мы распечатываем это специальная бумага которая потом до месяца на тело все достаточно просто и быстро смотрим чтобы размер соответствовал тому который мы хотим нанести наносим трансферный гель специальный для можем на мне это сделать да можем попробовать все это обычно делается в перчатках и так ты прикладываешь клиенту да и потом это надо будет уже обводить уже машинкой да машинка ухты я буду говорить что у меня есть татуировка бабочки . тоже считается работой а тоже считается работой но точки не бьет у нас никто потому что это дорого ну то есть свою точку это много и материала да просто так уходит это иголочка одна на чаще одна единственная единичка контурная но чаще всего она используется для перманента бровей губ потому что когда начала бить татуировки первый вопрос о брови а брови вы делаете конечно и ты набила кому-то брови вот тут происходит весь процесс мы придумали что кинем жеребий кому из нас что-то будем делать либо роме оператору либо юре либо мне либо ты сама семье в нашем жеребе проиграл юра вот юра мы сегодня оказывается еще и на счастье у юры есть татуировка и мы будем сегодня и немного корректировать по цвету делать рефреш рефреш все этим и займемся а пока будем с тобой общаться продолжать а вот и юра уже вот его тату юра рассказал нам историю о том что он шел пешком в дубосары да юр чтобы сделать эту татуировку или ты уже шел после нанесения нет я шел туда то есть на первом курсе не особо хватало денег на все то одно на первом курсе не хватало денег на все поэтому выбрал деньги на тату а доберусь где ты и пешком это я обрабатываю спиртом попробуем побрить обычно я говорю клиентам всегда подготовиться на сегодня же у нас до экстренно нештатный случай мне нравится эта работа потому что меня и не стесняются мужчины и не стесняются девушки а типа многие мужчины запрещают своей жене идти к мастеру вот совсем недавно у меня был такой случай девушка хотела тут розу красивую такую утонченную тоненькую выбрала себе мастера все и понравилось мастер действительно отличный работы супер но муж сказал на таком месте наверное лучше я тебе найду мастер и нашел меня чему я была очень рада я думал скажет лучше я тебе набью я сейчас буду корректировать черным пожеланию клиента вот эту часть татуировки потому что здесь достаточно хорошо взялся пигмент здесь он или обтерся или высвел или при заживлении просто отвалился вместе с корочкой сколько у нас иголок иголок у нас 9 9 такая лопата у нас для того чтобы сделать максимально мягкие тени ручки дрожат это самая полезная фраза у тату мастера перед тем как начать работу это очень успокаивает клиент 8 но не волнуйтесь я могу еще и в омарок упасть вообще-то клиент тогда довольный будет да ну что погнали погнали юра удачи тебе как ощущение чай конфетка сладкая это ощущение отлично юр больно нет пока нет в основном все приходят потом приходят и терпит потому что знают на что подписываться изначально и чаще всего говорят и все я думаю будет больнее жень какие самые болючие места ну часть всего больно ближе к кости где ближе кость потому что вибрация идет и тоньше кожа где сухожилие и голова шея потому что там самое хорошее кровообращение активное что чаще всего наносит себе наши преднестровцы надписи и имена из конечность знаки бесконечности да это твоя боль да два месяца назад был у меня клиент который работает у наш человек который работает за границей дальнобойщиком ездит между странами германия австрия и он приезжает и говорит значит я работаю среди красивых пейзажей гор озер и не так хочется это перенести на кожу на память потому что каждый раз я не перестаю удивляться и любоваться этим я говорю ну круто мы с ним сделали сборный эскиз на фотошопе мы выбрали нужные нам картинки подходящие прямо фото из этих мест все собрали воедино фотошопе утвердили эскиз под примерили подогнали размер набили и он уехал но я думаю обычно много людей кто приезжает к нам делать татуировки потому что дешевле чем европе уехал но они все уезжают ну может быть придет на коррекцию может не придет если все хорошо заживет и тут он выкладывает совсем недавно stories с этими видами и его рука я прямо не могла налюбоваться и раз двадцать перелистала это так приятно и так здорово и действительно очень такие запоминающиеся моменты потому что это эмоционально да в общем классно было иероглифы бить не модно во первых потому что никто не знает что они знают никто не знает что они знают и пользоваться google переводчиком очень опасно как показала практика но часто бьют имена детей и папы и мамы различные татуировки семейные очень популярны в нашем регионе прямо отговорить за татуировки нет понимаешь переубеждала набить другой эскиз да и чаще всего люди были благодарны за это я вообще каждому клиенту очень рада потому что каждый со своей истории каждый со своим замыслом и это очень здорово и переживать я стараюсь я всю душу вкладываю людей люблю а у тебя на ноге обложка любимой группы а что за группа можно это швейцарский такой металл корр швейцарский вот такие вот работает на первом предмистровском ребята я вспомнила историю класс давай недавно бил у меня девушка татуировку на груди руку и надпись рамштайн она настолько поклонница этой группы что она выучила немецкий язык для того чтобы понимать тексты их песен если бы делать себе тату чтобы ты себе шутки сделала я наверное поэтому и еще и еще и поэтому не делаю тату потому что я бы хотела очень много я бы ходила вся разрисованная потому что что я не смотрю каждый раз что новенькая не все болезни до юрчик ты вообще доволен сегодня юра это можно назвать сегодня приятное с полезным и на работе и тату обновил навряд ли да мы сейчас чем ты замываешь тоже спитом хирургическое мыло разведенное с водой для того чтобы все успокоить кожу потому что водичка прохладная и она сужает сосудики немножко конечно грехи есть но нужно сегодня показательное выступление цель была нет ну что евгения мы закончили да да почти закончили 2 секунды таким образом я обычно прикрываем заматываю чудесным скотчем валярным приходит дома я не будет прилипать к ранке нет там же смазать там же промазано все жирным кремом ставим на пяточку ножку когда надо снимать на съемку всегда все как-то получается как будто не так но волнение чего все все понимают зрители все большое тебе спасибо что познакомила нас твоим делом юра тебе большое спасибо что сегодня помог нам сделать эту съемку будьте счастливы любите этот мир и людей в нем и тогда он будет лучше спасибо тебе тебе спасибо что ты делаешь девушек мужчин еще красивее всегда пожалуйста приходить за нашей спиной символ который нам помогает делать вот такие классные программы для вас и кстати если вы допустим чувствуете себе потенциал творческий или хотите тоже стать героем нашей программы мы с удовольствием открываем для вас свои телевизионные двери приглашаем вас в кадр обязательно напишите вот сюда в инстаграм мы приедем к каждому кто изъявит желание да если есть возможность еще и чем-то нас угостить это не обязательно если приеду я то обязательно если нас я чернединская то как уже договорились до встречи следующий четверг пока и и